Поднимите, пожалуйста, руку. Врачи в аудитории есть? Тогда я расскажу два коротких медицинских анекдота на тему совещания. Джуда Фолкман, который был суперизвестный врач и исследователь в Гарварде 30 лет назад, открыл ангиогенез и ВГФ, работал очень много коллаборативно. Они посылали ВГФ в другие лаборатории города мира и очень часто получали в ответ, что не работают. Не воспроизводится. Фолкман по этому поводу шутил, что я работаю, у меня appointment department of surgery. И когда один из хирургов не может воспроизвести результаты другого из хирургов, это проблемы того, которые не может воспроизвести. Но потом выяснилось, что белок просто денатурировал в полете. А вот более серьезный анекдот. Я расскажу про свою собственную медицинскую ошибку. Я 30 лет назад еще был вполне дееспособен в лаборатории. Я делал довольно сложные эксперименты по перфузии изолированных легких крыс. То есть вы берете крысу, анестезируете, открываете грудную клетку, вы вынимаете легкие, выставляете конюлю, вяжете в камеру Лангерган, неважно. В общем, это очень сложный хирургический эксперимент. И я в нем определял накопление радиоактивно-меченых антител в легких. И у меня получалось прекрасно все. А потом я взял и попросил своего товарища, у меня тогда еще сотрудников не было, закодировать иммуноглобулин и антитела, чтобы я не знал, что я ввожу. И у меня сразу результаты стали хуже. И у меня воспроизводимость, то есть невоспроизводимость, вся статистика ухудшилась. Ведь я же ничего не придумывал там. Я не делал ничего плохого для крыс контрольной группы легких. Но подсознательно в эксперименте, который требует вот такого вовлечения, как у хирурга, и исполнитель-экспериментатор должен быть обязательно в дабл-блайнден формате. И я в этом убедился еще лет 10 назад, когда в моей уже лаборатории у меня была девочка, которая перфузировала, которая вводила конъюгаты в мозг, и мы мерили тромбоз. И у нее получалась потрясающая картина. В пять раз лучше. А потом я сказал, давай сделаем серию на дабл-блайнден. И с тех пор мы всегда делаем только на дабл-блайнден после первого поискового эксперимента, потому что у нее результаты изменились опять-таки в худшую сторону. И не потому что она жульничала, потому что она знала, в какой группе ей нужен положительный ответ. А этого не должно быть никогда. Это очень хорошее замечание. Игорь, несколько слов, и потом мы будем закрывать. Я хотел бы очень поблагодарить организаторов. Очень замечательная тема, очень важная. И на самом деле в каком-то смысле исторически уникальная, потому что я никогда не видел, чтобы о воспроизводительности данных говорили в одной комнате. Физики, химики, биологи, математики. Никого я забыл. Историки, историки, врачи. Кажется, свои колокольни. Но у меня в этом смысле, может, я не уникален, но тем не менее достаточно уникальный опыт, потому что я по образованию физик, физики высоких энергий, немножко там даже поработал чуть-чуть, но потом стал физиологом, я бы сказал. И когда я пришел в физиологию, я сразу заметил совершенно разную культуру в этом отношении. И что, возможно, объясняет, почему в физике высоких энергий воспроизводительность 99%, а в биологии, может быть, 20%, я так считаю, по крайней мере. И эта вещь, в общем-то, не только о том, вот есть технические детали, которые мы сейчас обсуждали, дабл-блайндинг и так далее, все очень важно. Но есть системные вещи, которые, они на самом деле относятся к комьюнити в той или иной области науки. Есть несколько таких наблюдений, которые вот сейчас, к счастью, наконец-то в биомедицинской науке начали признавать. Вот не так давно, мы с Сашей только что об этом поговорили, в журнале Science, по-моему, вышла white paper очень важная, руководство NIH и плюс еще несколько очень известных ученых сделали замечание, что вот они видят, что так, как устроена NIH, и как устроена биомедицинская наука, и финансирование, это не работает. Нужно искать новые пути, новые подходы. И в частности, они говорят, что вот надо учиться на ошибках, в частности, а не просто заметать их там под ковер. И они, например, решили скопировать DARPU. Сейчас готовится вот новый проект под DARPU. Хотя, опять же, если почитать этот текст, он произносит с такой вот точкой зрения, что инженеры, конечно, молодцы и в физике, но вообще-то они ничего не понимают в биологии, поэтому все сделано по-другому. Я сделаю вот два замечания по этому поводу, где можно научиться. Когда я пришел в биологию, я с ужасом обнаружил, что в биологии, ну, в биомедицине вообще нет такого понятия, как воспроизвести чей-то результат. Если вы попытаетесь послать статью, в которой вы воспроизвели результат, опубликованный за год до этого в журнале Circulation, в хороший журнал, его отразят, потому что это… «It's not unique. It's not new. We don't publish reproduction». Когда мы говорили с редакторами журналов American Heart Association, а я главный редактор маленького, но очень важного журнала, и мы обсуждали, в общем, этот вопрос, большинство редакторов, главных редакторов журнала, они говорили, нет, мы не будем такие статьи принимать, и до сих пор не принимают. Это не принято просто. А в физике, как сказал Денисов только что, я прям очень обрадовался этому, он подтвердил мои наблюдения, что нельзя считать результатом, результат, который был опубликован только в одной статье, и не был воспроизведен еще полдюжины других групп независимых. Это очень-очень важно. Ну и много других такого рода замечаний, что главное, разные комьюнити здесь разговаривают, нужно друг у друга учиться. Это вот самое главное, на мой взгляд. Ну, большое спасибо всем участникам дискуссии. Тут еще пара последних слов. Вот что я хотел сказать, вот лейбмотив такой, что, да, действительно бывает очень много мусора в науке, в разных областях науки мусора больше, но сам ход науки и возможность это воспроизвести является тем самым механизмом, который отличает науку от лженауки. И в этом смысле очень показательно было выступление Аскольда про историческую науку, но это правда во всех науках. Один момент. И это тоже резонирует с ошибками, которые значат и которые не значат. Но я еще один маленький такой вспомогательный момент хочу сказать, что когда мы смотрим на данные, выискиваем там фальсификацию, что-то в нашей проверяем, мы всегда фокусируемся, как уже руководители лаборатории, на том, что значит. Вот если у нас есть эффект, мы его хотим проверить многими способами. Но часто мы не замечаем, вот то, что я вам показал, то, что ничего не значит до введения и сразу после введения, мы ничего не можем увидеть. И там эти ошибки тоже генерируются. Поэтому в честных лабораториях, скорее всего, искать ошибки вот в таких малозначащих вещах. Но поскольку эти ошибки возникают, то создается шум, вот этот постмодернистский или постнаучный шум, когда ату, ату наука неправильная, потому что видите, сколько у нас ошибок, легко находить и так далее. Нам надо найти какой-то ответ на эту ситуацию. И еще, Володя, ты хотел... Ввиду того, что у нас время истекло, мы переходим к следующей сессии. Поблагодарим всех докладчиков. Еще раз спасибо большое. Спасибо большое всем докладчикам. Давайте начнем нашу вторую секцию по физике. И ввиду того, что мало времени, я перейду сразу к делу. И наш первый докладчик – это Александр Ханикаев из City College of New York. И Александр нам расскажет про топологическую фотонику. Очень интересная область. Я попрошу докладчиков постараться, так как секция по физике, постараться максимально упростить свой доклад, рассказать простыми словами и постараться хотя бы оставить немножко времени на один-два вопроса в конце. Благодарю. Спасибо. Спасибо.